Андрей, скажите, а почему азербайджанцы так нацелены на Шуши, на его историю? На Шуши? Ну, потому что Шуши, это действительно, как они считают, это колыбель азербайджанской культуры нового времени. И, насколько я понимаю, в XIX веке, при примерно равном соотношении населения армян и мусульман в этом городе, там действительно проживали самые образованные представители азербайджанцев, тогда их прозывали по-другому. И там родилась действительно, вот как бы, слово азербайджанская культура, но она родилась там не сама по себе, а в неком таком взаимодействии с армянской культурой. В общем, если признать утверждение азербайджанцев, что Шуши, это колыбель их национальной культуры, то, наверное, понятно, что у них к этому такой интерес. Это правда, это так и есть, насколько я понимаю. Но почему при этом нужно уничтожать другую половину культуры этого города полностью? Вот это как раз я, как и Марк, считаю, что... Я думаю, что это проявление слабости, как это ни странно. Вот они победили, да, но при этом не чувствуют себя сильными, потому что иначе вот такие вещи делать не нужно. И правильно, культура шушизма документирована прекрасно, есть много книг и много информации о многослойной культуре этого города, и она, конечно, не односторонняя, что сейчас пытаются там сделать как-то, да, вот та сторона. Вот я добавлю к тому, что сказал Андрей, что на самом деле в Армении обычно не говорят, знаете, вот нет такого нарратива в Армении, что Шуши не является важным в культурном отношении городом для Азербайджана. Но при этом нужно сказать, что Шуши является очень важным в культурном отношении городом для Армении и армян. И на самом деле вот это могло бы, знаете, повысить и отношение к Шуши, и сделать, вот знаете, этот город, показать его истинную значимость. И политическое значение этого. И политическое, и историческое, и культурное. Ну, я не знаю, вот я скажу только один факт. Рафаэл Исраэлян, архитектор, которого считают гением советского модернизма в Армении, родился в Шуши. Вот, он, извиняюсь, нет, он не родился в Шуши, но он коренной шушинец. Самвел Сафарян родился в Шуши. В Шуши родился Саркисов, архитектор, который потом много строил и в Тбилиси, и в Баку. Так что, знаете, я вот говорю только об архитекторах. Я уверен, что такие же списки могут немедленно назвать вам и музыканты, и писатели. Это город, который был очень важным в культурном смысле для всего Кавказа. Кавказа 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 Кавказа